Все искусства богослужебные работали как пять пальцев на одной руке, одновременно, не по очереди. И, разумеется, интересно, что в храме вот эти все пять чувств, они должны были преображаться. В этом смысл храма, задача была искусства богослужебного преобразить, не умертвить. Понимаете, у нас же главный праздник не уменьшления плоти, а преображения плоти. И поэтому богослужебное искусство — это радостное. И никакого минора, понимаете, нету и не было никогда в России. Что такое минор? Это манипуляция сознанием людей. Вот я, композитор, мажорную мелодию возьму и исполню в миноре. У вас же изменится ощущение и восприятие этой мелодии, правда ведь? Поменяется настроение. А потом я раз и опять мажор. У вас опять поправилось настроение. И вот это происходит, понимаете, в храмах. То манипуляция вашим сознанием, композиторами. А кто эти композиторы? Они не святые люди. Абсолютно. Даже такие гениальные, как Чайковский, там, Рахманинов. Они далеки от святости. Но это еще хуже. Чем гениальнее композитор, тем больше он влияет на вашу эмоцию, на ваш духовный мир. Поэтому в церкви, ну, категорически, по идее церковной, не допускается авторство. Поэтому в Европе это были анонимы, там, до 15 века. У нас иконы не подписывались. Не потому что смиренные были люди, потому что понимали, что рукой иконописца вводят предшествующие поколения. Вот знаменные распевы, музыка, она не подписывалась так же, потому что она складывалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!